В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, расскажем прямо сейчас. В студии Екатерина Тупицына. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Участие ЮРГУ в фестивале «Техносреда». Акция «Разделяйка». Заседание ученого совета. Определены вузы участники программы «Приоритет-2030». ЮРГУ стал единственным вузом Челябинской области, который прошел в программу. 106 университетов из 49 городов России получат базовую часть гранта программы «Приоритет-2030» в размере 100 миллионов рублей. Участником самой масштабной программы господдержки вузов стал Южноуральский государственный университет. В рамках «Приоритет-2030» ЮРГУ будет развивать стратегии, наращивать международный авторитет и опыт международного сотрудничества. Отметим, что наш вуз стал единственным в Челябинской области, участвующим в программе. Кроме того, Южноуральский государственный университет включили в число рекомендованных к рассмотрению на получение специальной части гранта по треку «Исследовательское лидерство». В ЮРГУ прошло заседание ученого совета. О том, что было на повестке, мы расскажем прямо сейчас. В ЮРГУ прошел первый в этом учебном году ученый совет. Заседание началось с награждения дипломами и сертификатами сотрудников вуза, а также активных студентов. Среди награжденных главный инженер телерадиокомпании ЮРГУ-ТВ Алексей Гусев. Ему вручили диплом за освоение новых технических решений, позволивших подать телеканал ЮРГУ-ТВ в качестве HD для зрителей в любой точке мира. Теперь телеканал можно видеть в высоком качестве везде, где есть интернет и смарт-телевизор. После награждения с докладом об итогах приема на первый курс в 2021 году выступил Александр Губарев. Все прошло достаточно удачно. Мы, в отличие от 2020 года, сумели пообщаться вживую с абитуриентами. Это дало определенные результаты, положительные, наверное. Нам пришлось организовать и дистанционные вступительные технологии, в том числе экзамены. Это для тех ребят, которые находятся за границей и не могут сюда приехать по ковидным причинам. Поэтому комбинация этих результатов, этих механизмов, она дала в целом положительный результат. Ректор ЮРГУ Александр Шестаков представил бюджет университета и отметил цели и перспективы на новый учебный год. В новом учебном году мы должны подрасти в научной составляющей, потому что мы претендуем на статус национального учебного университета. И научная деятельность университета – это определяющий вид нашей работы. Дальше мы должны, конечно, работать с точки зрения наших образовательных программ и решать задачи, связанные с развитием студенческого самоуправления, культуры нашего университета. Поэтому на совете и в плане работы нашего ученого совета университета все аспекты деятельности университета. Также члены ученого совета обсудили изменения в порядке выдачи стипендий новой образовательной программы, а также научные центры и лаборатории. Ученые нашего университета представили эко-разработки на фестивале «Техносреда-2021» в Москве. Наука ближе, чем тебе кажется. В Москве проходит ключевое событие года науки и технологий. И проходит оно прямо здесь, на ВДНХ. И это фестиваль «Техносреда-2021». Шесть тематических зон, более 500 научных разработок, лекций и презентации. Фестиваль объединил уникальные проекты ведущих вузов и научно-исследовательских институтов страны, а также экспертов и ученых. Свои инновационные проекты в экосфере презентовали и ученые ЮРГУ. Ведущий научный сотрудник кафедры автомобильный транспорт Владимир Шепелев представил динамическую систему интеллектуального мониторинга выбросов «Аймис Эко». Используя искусственный интеллект, система в режиме реального времени анализирует данные по выбросам от автотранспорта, что помогает эффективно контролировать экологические риски в городе. Дорожная ситуация изменяется в зависимости от различных условий. Эти условия могут быть вызваны как заторами транспортных потоков, так и определенными метеоусловиями. И поэтому очень важно получать данные именно в режиме реального времени, чтобы своевременно реагировать на какие-то ситуации в задачах недопущения, превышения предельно допустимой концентрации. Иван Чуйдук, аспирант кафедры теоретической основы электротехники, представил опытный образец мотор-колеса. Оно позволит изменить строение электромобиля, перенести двигатель из корпуса в колесо, что позволит освободить пространство для накопителя энергии и повысить комфорт водителя. Его особенность заключается в том, что у него два источника магнитного поля – это высококоррективные постоянные магниты и обмотка возбуждения. Магниты позволяют сэкономить массу и объем двигателя, а обмотка возбуждения позволяет обеспечить широкий диапазон регулирования. Еще об одном экологическом проекте рассказала заведующая кафедрой пищевые и биотехнологии ЮРГУ Ирина Поторока. Ученые кафедры разрабатывают новые способы производства биопластика. Его можно использовать в производстве безопасной для экологии упаковки. И если обычный пластик разлагается более 500 лет, то его экоаналогу требуется для этого не более месяца. Самое важное, на мой взгляд, что все те люди, которые подходили, и маленькие, и зрелые люди, к нашей экспозиции и обращали внимание на то, что мы представляем о нашей разработке, в каком направлении, они все в один голос нас благодарили за то, что мы выбрали правильное направление, которое поможет решить, пусть не сразу, но проблемы экологии и проблемы той нагрузки, которую на экологию составляют полимерные массы. Экопроекты ученых кафедры пищевые и биотехнологии также были представлены в павильоне разработок вузов. Это площадка, где ведущие университеты страны презентовали свои изобретения. Представители ЮРГУ, кроме биопластика, также показали проект по созданию эко-посуды. Ее создание основано на использовании вторичных продуктов переработки растительного сырья, поэтому производство полностью экологично. Не нужно, например, вырубать деревья, как при создании деревянной посуды, а процесс разложения занимает 4 недели. То сырье, которое мы используем, оно все-таки быстрее разрушается, но его также можно методом какой-то модификации, например, ультразвуковой, улучшить свойства и увеличить срок использования данного продукта. Организаторами техносреды 2021 выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Участниками стали более 50 вузов страны, а гостями почти 150 тысяч человек. Онлайн-трансляцию посмотрело более трех миллионов зрителей. Юрку стал площадкой всероссийского автопробега «Чистая страна». Второй всероссийский автопробег коммунальной техники «Чистая страна-2.0» объединяет 11 городов России, один из них – Челябинск. В каждом регионе запланирована целая серия мероприятий. В Челябинске таким стал круглый стол, на котором обсудили проблему обращения с твердыми коммунальными отходами. Я считаю, что это, безусловно, важное мероприятие. Следует отметить, что такой автопробег, он несет в себе сразу несколько функций. И, на мой взгляд, самое важное – это информирование населения и участников процесса сбора, транспортировки и переработки мусора. Информирование о тех нормативных документах, законах, правилах, которые на сегодняшний день действуют, либо в ближайшее время будут активированы. Здесь еще были подняты и поднимаются сейчас такие важные вопросы, как спецутилизация. Это отходы первого и второго класса, опасности, медицинские отходы, резиновые автомобильные покрышки, которые являются, прямо скажем, бичом для нашей страны. И, к сожалению, очень мало пока предприятий в состоянии их качественно перерабатывать. В рамках круглого стола обсуждались экоидеи, которые способны снизить антропогенную нагрузку на природу. Специалистами были сделаны прогнозы на 2030 год по улучшению экологического состояния в стране. Здесь нацпроект «Экология». Большой. Нацпроект «Экология». Он федеральный. Его реализует Министерство производства Российской Федерации. В этом нацпроекте «Экологии» есть 11 федеральных проектов. Один проект называется «Чистая страна». Это рекрутируется в свалках. Ваша свалка продуктивирована через этот проект. Там финансирование, вне бюджетка, бюджетка. Второй комплекс – это система обращения с отходами. Это создание института региональных операторов, поддержка здесь. Следующее – это сохранение леса, сохранение унитарных вольных объектов Байкала, Волги, эко-мониторинг, биоразнообразие, особо охраняемые природные территории и парки. Все они – 11 федеральных проектов. По каждому из них идет финансирование. Ставятся задачи на федеральном уровне и в регионах. «Экология» – одно из трех приоритетных направлений Южноуральского государственного университета. Ученые создают уникальные эко-проекты, которые помогают контролировать состояние окружающей среды. Я уже сказал про «Чистый воздух». У нас, как вы знаете, создан Центр экологического мониторинга Челябинской области. Там есть ТИАЦ, так называемый. В этом центре используются методики, некоторые методики, созданные профессионалами из ЮРБУ. Ну вот конкретно уже говорили о программе «Эко-монитор». Кроме того, создана методика динамического расчета загрязнения атмосферы, для того, чтобы можно было выявить того самого загрязнителя, который выбрасывает воздух. Наш университет не только занимается уникальными разработками в данной сфере, он также ведет большую просветительскую работу среди студентов, преподавателей и сотрудников, цель которой – внедрить экологическое осознание горожанам. Студенты обучаются на экологических направлениях, которые год от года все популярнее, более востребованные, перспективнее. Мы сегодня с вами слышали, насколько тематика экологии все прочнее закрепляется в нашей с вами жизни. И благодаря видению системной перспективы, благодаря которую оценивает Александр Леонидович Шестаков, ректор нашего университета, в университете действительно системно уделяется видение всей экологической тематике, и дальше только больше. Также на площадке ЮРГУ в рамках мероприятия состоялись кинопоказ и выставка коммунальной техники. Парковка перед главным корпусом ЮРГУ стала местом демонстрации коммунальной техники в ходе экологического автопробега. На площади выстроились мусоровозы, чтобы привлечь внимание населения к проблемам утилизации шин и налаживанию системы по их сдаче. Акция по приему изношенных шин, по бесплатному приему изношенных шин. Вот сейчас мы уже, это десятый город, и в каждом городе на одной из центральных площадей мы ставим такую машину, и каждый желающий может привезти свои четыре покрышки. Вот сейчас вот подъехала машина, мы так понимаем, это какое-то, так сказать, какое-то юридическое лицо с автотранспортом, потому что мы видим покрышки достаточно большие, вот, и сегодня мы принимаем любые шины, кто бы нам не привез, абсолютно бесплатно, и даже за это тот, кто сдает, получит небольшой сувенир. А в целом, чем мы занимаемся, наша ассоциация Экошинсоюз, тем, что мы создаем такую систему, такую систему сбора изношенных шин, при которой такие машины, в конце концов, не понадобятся. Мы сможем с вами спокойно сдать свои шины в любой шиномонтажке или там, где мы эти шины покупаем. Принять участие в акции смогли и гости нашего вуза. Студент четвертого курса педагогического университета, обучающийся по специальности экологии и природопользования, Андрей Сычев-Важенин, посетил экологическую конференцию и сдал на переработку использованной покрышки. Здесь проходила конференция на 10 этаже, и нам директор всей вот этой компании по переработке шин посоветовал тоже принять акцию, посмотреть, как это все происходит. Ну и мы с другом, конечно же, как активисты-экологи приняли акцию, вот нам дали небольшие сувенирчики. В общем, эти шины пойдут на переработку резиновой крошки для кортов и еще какой-то секретной технологии, которая еще разрабатывается. Челябинск уже десятый город на пути следования колонны мусоровозов. Общая протяженность маршрута равна примерно 3000 километров. Остановка в каждом городе – праздник, который повышает экологическую грамотность и культуру населения. Экологический автопробег, он проходит у нас по 11 городам России, проходит он 23 дня. Первый день, 6 сентября, мы стартовали из Москвы, и 29 сентября у нас конечная точка будет в Екатеринбурге. В каждом городе у нас проходят открытые уроки, кинопоказы, выставки нашей коммунальной техники. Также проходят эко-спорт, эко-баскетбол и эко-хоккей. Заключительным городом на пути следования мусоровозов станет Екатеринбург, где автопробег завершится концертом. 500 килограмм макулатуры, 20 килограмм батареек, более 10 крышек и пластиковых бутылок. В ЮРГУ прошла эко-акция «Разделяйка». Возле главного корпуса университета состоялась акция «Чистую ЮРГУ», где любой желающий смог сдать вторсырье на переработку. Студенческое объединение эко-активистов «Клевер» уже во второй раз проводит раздельный сбор отходов. Первая акция состоялась в мае этого года. Есть возможность использовать сырье повторно, вводить его в производство. И при правильной переработке, при правильной сортировке сырье получается гораздо пригоднее для дальнейшего использования. Его можно потом еще раз будет переработать. А сырье, которое привозится со свалок, оно очень грязное, и поэтому сложно получить из него что-то хорошее. Бумагу, картон и бутылки пластиковые мы отвозим во вторком, а остальное мы отвозим в разделяйку. Они уже тоже сами развозят по точкам переработки. В акции участвовали преподаватели, сотрудники и студенты университета. Студентка Александра Сатарова сдала на переработку пластиковой бутылки и бумагу. Девушка рассказала, что ее побудило на участие в акции и как она пришла к ответственному сбору отходов. Взрослее я стала осознаннее подходить к этому вопросу, потому что я стала понимать, что весь тот мусор, что используют люди, отвозят в одно место, где это все собирается в одну большую кучу. И это все разлагается. И самым худшим образом вредные вещества, которые выделяются в атмосферу, всем этим дышат люди, то есть горожане. Ну и соответственно, я стала думать, что это да, надо все-таки сортировать. А по-твоему, это тяжело занимает много времени? Нет, это совершенно не сложно, потому что ты просто вот, допустим, купил водички, да, и вот дома сложил бутылочку там в пакетик, это все накопил, и вот, соответственно, принес вот в такие вот места там и бутылки, и бумагу там, это же всегда все копится. А зачем это выкидывать по отдельности, если можно все одним разом, чтобы в благое дело как бы внести? В каждой отдельной экоакции категории вторсырья и правила их сбора могут отличаться. Объединение «Клевер» организовало сбор пяти видов отходов – стекло, бутылочный пластик ПЭТ-1, батарейки, крышки и макулатура. Под макулатурой мы понимаем бумагу и картон. Самое важное здесь – это чтобы сырье было чистое, то есть бутылки должны быть чистенькие, батарейки тоже желательно, чтобы не были грязными, и бумагу мы тоже принимаем только чистую, то есть не должно быть следов кофе и грязи на бумаге. Зависит от понимания того, что ты делаешь действительно полезное дело для экологии, потому что если примерно только-только начать с самого начала, ты просто поймешь, какой объем ты производишь вторсырья, который ты просто выкидываешь, и который портит экологию, выделяя метан, газы разнообразные и так далее. И ты просто начинаешь осознавать, насколько это важно беречь природу. Отметим, что акция планируется проводиться ежемесячно, а это значит, что уже сейчас можно задуматься над ответственной сортировкой вторсырья. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Добрый день, уважаемые сотрудники, преподаватели, аспиранты. Поздравляю вас с началом учебного года. Начало учебного года вызывает у нас, у медиков, ряд волнений, которые связаны с распространением вирусных инфекций. В период пандемии вакцинация – это единственный способ профилактики осложнений вирусных инфекций. Берегите себя и своих близких. Берегите здоровье окружающих. Заботьтесь о себе. Вакцинация является способом избежания серьезных осложнений, реанимационных мероприятий, которые оказываются при тяжелых осложнениях этой инфекции. Дайте шанс своему организму выйти победителем из этой схватки. Берегите себя, берегите здоровье своих близких. Будьте здоровы! Госуслуги.ру Помогут вам в любой ситуации. Со свадьбой. Подать заявление в ЗАГС и заменить документы после замужества. Оформить ребенку свидетельство о рождении и прописку. Записать в садик. Получить или заменить права и поставить автомобиль на учет. Оплатить налоговые задолженности и сэкономить половину на штрафах ГИБДД. Оформить себе и детям загранпаспорта и отправиться в путешествие. Пошлины на портале Госуслуг со скидкой 30%. Госуслуги. На все случаи жизни.